Приветствую вас, друзья, с вами Верус и наша компания Зелизардменов в Великом Вихре, где мы его пытаемся приручить, восстановить и спасти этот мир. Ну, примерно так. Ну что, Техенхауэн, аж замнись, порадуй нас немножко. Хотя здесь он вообще, он говорит, изи-изи. Ладно, на этих бомжей не будем тогда тратить время. Ну, идеально Техенхауэн справляется с бомжами и возвращается даже в город, где он и еще ход посидит, если вдруг вторжение, ну, попытаются сделать. Хотя уже по классике жанра вряд ли. Уже обычно не делают в таких ситуациях вторжение. Уже очень-очень поздно их делать. Уже смысла нет. Мы отбились практически от всех бомжей, которые именно за ритуалом охотились. И всех, кого к нам подсылали. Сила, 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 сила. Легендарный лорд. Но тебе без разницы. Тебе в любом случае уровней хватит прокачать все. Просто что сейчас полезнее? Давай уровень. Хотя вот, спасбросок. Всех отрядов в армии. Это полезная штука. Это может нам помочь. Чупай, отель, денюшки. В целом, ну, порядка здесь тоже достаточно. В основном поселении... В основном поселении, в основном поселении... Ну, пусть пока повисит там. Просто строить, может быть, нечего особо такого веселого. Сейчас посмотрим. Теотик вам. Порядок есть. Ну, в Теотикве что построить мы найдем сейчас. Давайте, ладно. Сносить действительно все постройки. Я с этим долго тянул. И я с этим долго затягивал. Но сейчас можем это себе позволить. В Торе тоже все хорошо уже. Тем более, гемантическая вот эта сеть увеличивает нам порядок. Также очень сильно. Также очень все тут задравно так работает. Разрушаем. Дом с АТКом. Да, че-че по его, отель? Ну, ладно. Разрушим у тебя тоже. Так и быть. Раз пошла такая пьянка. Аксуатль ломаем. Можно тогда, раз одно место освобождается для уникальной постройки, что-то и возвести у тебя здесь. Например, снести этих кроксигурчиков. Давайте тоже снесем. И здесь мы построим, ну, потому что мы в соседнем провинции можем их нанимать, кузницу построим. И будем потом развивать обычную линейку там. Кого-нибудь еще. Тех же динозавриков. Каких-нибудь. Каких-нибудь динозавриков дайте нам побольше. Больше динозавриков. Нужно. О, кстати, в устье. В устье эту постройку. Мог снести, конечно, давно уже. Она там не сильно нужна. На первых порах она была нужна. Для подстраховки. На всякий случай стоила. Так, здесь все нормально. Здесь сносим. Здесь, конечно же, еще денюжку. На затерянной долине. Ресурс. Тут порядок не буду сносить. Вот здесь пока что оставлю его, чтобы он как можно скорее. Да и скверно там не самое лучшее влияние оказывает. Далеко не самое лучшее. Тео-тыква. Тыква, тыква, тео-тыква. Давай зиккурат построим. Можем даже пойти по порядку вот здесь. Того же Динамо Завра воткнуть, да? Давай, за 12 тысяч сейчас. Эх, разгуляйся, душа. Развернись и завернись прям подряд. И все, деньги закончились. Деньги закончились. Бакуи продолжает нападать на Лютера Харкана. Объединяет провинцию. Сейчас еще и дик здесь издадим. Ну, в скором времени сможем и снести здесь. Может быть, даже сейчас и снесем, чтобы уже готовиться к строительству стены. Хотя, ну, в любом случае, лишь на третьем здесь же мы начинаем строить. Вот здесь. Тут все сносим. Дальше пойдем в Чумные Топпер. Хотя здесь еще бы, конечно, стэк собрать, чтобы голубых змеюк этих погонять. Подушить этих змей. О-о-о. Грибных. Грибная змея. Ну, я надеюсь, они будут сидеть смирно. А если нет, то потом накажем их. Накажем и покараем. Золотую башню. Садись. Восстанавливай потери. Кругар. Наш любимец богов. Здесь пока что никого. Здесь пока все тихо. Здесь тоже. Только вот. Может, стагадона тебе вкачать. Или уже древнего. Когда будет. Потому что, в целом, тут-то мы все вкачали тебе. Все, что нужно было. Восполнение потерь. Иногда бывает, вроде бы, неплохая ситуация, когда можно использовать эту способность у агентов. Но все-таки, я считаю, это далеко не самая основная такая тема, которая нам пригодится. Сдаем ход. Может, когда-нибудь для разнообразия попытаюсь. Но все-таки, если армия там покоится настолько, что я не хочу, чтобы она восстанавливалась. То с большей долей вероятностью мы ее разобьем в ближайшее время и так. Мы не дадим им восстановиться ни в коем случае. Ордена Хранителей. Может быть. Может быть. У меня сейчас возникла такая идея. Пусть наш Техенхауэн пока к острову сходит. Пока уничтожит вот этот остров. Кругар-то пойдет на эти острова отдыхать. Гулять и отдыхать. У меня есть такая мордочка получается в углу карты. Ну, а Техенхауэн поплывет на другой курорт. В то время как Маздамунди втыхает на границы. Ну, такая вот доля выпала. Бедному Маздамунди втухать, защищать, побеждать. Но сейчас-то уже все в порядке. Даже во время четвертого ритуала его никто не трогал. Ритуал пробуждения. Так, боевые вороны. Завязывайтесь. Ритуал, ритуал. Снос. Куча, куча всего мы посносили все-таки. Почитатели Морслеба. Появились на нашей границе. И это бретонцы, скавины и гобла. Охренеть, конечно, связочка, да? Почитатели Морслеба. Среди бретонцев тут тоже они есть. Да уж. И вот наш маг. Наш маг. Который должен был присоединиться сюда. И чье место мы уже заняли стыгодоном. Древним просто стыгодоном. Ладненько. Давай. Давай элиту. Давай элиту вернем. Тебя присоединяем. Мы тебя специально для этого брали. Мы тебя специально под это и будем использовать. Тэхенхауин отправляется морем на курорт. Бон Ваяж. Ничего страшного. Не собрал? Не собрал. Бывает с каждым. Здесь, здесь, здесь. Давайте пока что просто доход. Начнем увеличивать. А потом уже постройки на увеличение процентов. От этих постройок. Стены, денежки. И боковые продолжают наступать. Чумные топи сдадутся нам также без боя. А вот остальные два города уже представляют большую угрозу. Конечно же пробуждение это будет самым серьезным сопротивлением. Мы можем Маздамунди отправить сюда. Синих змеюк так погонять так. Конфедерацию прям хотят. Смотрите. Прям горят желанием. Наверное змеюки их там тоже подавливают. Ну вот может быть стэк если появится. Мы его распускать не будем оставим. Итса отказывается. Ну давайте попробуем хотя бы за деньги купить. Сейчас оборонительный союз. Давай еще. Еще раз попробуем. Купить. Тебя. Ну а если мы потратим все деньги. Это обычно срабатывает. Когда у нас денег на балансе не так много. Они в этом плане более сговорчивые часто бывают. Куда сговорчивее начинают. Уже с нами общаться. Вулканические джунгли. Обязательно стены гарнизон. Конечно угрозу не представляют для нас. Местные эльфы. Практически никакой. Но лучше быть на чеку. В транс вся эта музыка водит. Лизард мэнская. Но бывает. В нашем мире тоже есть. Интересное искусство. Вроде как горлового пения. Да и тому подобное. Так ладно. Здесь улучшаем. Тут в целом все основное. Что нужно было построено. Блин. И... Ну давай ладно. Дальность пусть останется. Такая оборонительная тема. Равнины. Здесь процент тоже есть. Пасти ладонов что ли еще строить. Но опять же все есть. Давайте в защиту. Раз место осталось. Мне этот денег не хватит. Возвести все. Абсолютно. Сейчас уже 15 тысяч. И нужно оставить какую-то копеечку. Чтобы ИЦе предложить. Просто мы сейчас будем если конфедератить. То отношения начнут опять ухудшаться. В ближайшее время мы никакой договор не подпишем. В общем ну будет не особо приятно. Ладно здесь. Пока забудем. Посмотрим если есть где-то поинтереснее предложение. Вот например тут. Садников, стегодонов, диких. Ну давай ладно. Там мы не стали ресурс строить. В южных землях. А тут все-таки возведем. Здесь все-таки возведем. 12 тысяч осталось. 12 тысяч у нас еще есть. Процент. Стены. И вот как раз таки на этот город. Мы потратим. Все что можем сейчас потратить. И теперь к ИЦе идем. Пробуем ради интереса. Предложить ему все те же. 3 тысячи. Отказывается. Смотрите какой. А ну-ка. Ну ладно. Давай 5. Нет. Много хочешь. Я редко предлагаю такие деньги. Выделывается. Или он на начало хода. Если у нас бюджет был большой. Все. Ни хрена вам. Я не продамся за дешево. Типа я в ваш карман заглянул. Я знаю что у вас много денег. Ну и пес с тобой короче. Пес с тобой тогда. Яйца несчастные. Нам вон еще сейчас заплатят. Неплохо так мятежники. Да. Разбогатели. Во-первых. Выжили. И по казне неплохо себя чувствуют. У них снова сцинк. Полководец. Быстро у вас там умирают. Быстро. Все. Присоединили еще одну территорию. А блин. Я думал здесь армию. Видели? Не сменили. Как бы знамена. Думаю армии знамена не сменили. Вы что? Как так? Как такое вообще получилось? Как такое вообще вышло? Не. Все нормально. Знамена сменились. Знамена сменились. Здесь мы провинцию целиком захватить не сможем. Тут люди мешают. И тут наоборот. И по идее. Обменяться бы. Да. Сейчас провинциями нам. И все было бы замечательно. Но нет. Так. А где? Где ваши войска? Это единственная армия которая осталась? Акро новый правитель. А тот проиграл? Ну да. Вы так себе конечно подготовились. Я скажу. Вообще не подготовились. Идите нафиг тогда. Идите куда-нибудь отдыхать. Здесь сносим. Начинаем сейчас строить стены. Абсолютно везде здесь тоже надо построить стены. И военные постройки тоже будем сносить. К чему они здесь нам сдались. Ну что лорд Масдамунди. У тебя есть небольшая задачка сейчас. Пойти на юг. И дать прикурить. Змеюкам. Чтобы они не сильно так-то нам доставали. Чтобы они никаких проблем. Вот так вот. Никаких ошибок не совершали. Хоть они на Тланксу наверное нападут сейчас. Я практически уверен. Почему-то я практически уверен что они туда нападут. Строительство. Новые фракции. Гронт, Харгани. Там тоже все. Все эти ребята еще существуют. Все еще живут. Как-то не особо. В очередной раз Малекит себя показывает. Как правитель. Ничего страшного. Копейку не восполним. Но здесь мы сейчас быстро заберем. И все восполним. Лок, лок, лок. Камельянич. Вот он он. Элитный. Вновь идет сюда. Эти ребята маршрут не меняют. И мы их идеально убиваем. К нам никого не подпускаем. В этом деле наш цинк преуспел. Хотя здесь сейчас будут собирать. Поход в очередной раз. Костяные эти бабки-ежки. Пойдут в нашу сторону. Попытаются что-то там напакостить. На гадости. Но мне кажется все-таки они на людей нападут. Которые просто отступили. Хорошо живут за наш счет. За пазухой у нас спрятались. И прям прекрасно живут. Прекрасно себя чувствуют. Все меньше шансов что ИЦА подпишет вообще с нами конфедерацию. Те вообще живут замечательно. Если у людишек и нет вариантов подписать с нами конфедерацию. Если у людишек даже если была бы возможность подписать конфедерацию. У них как бы ну определенного рода угрозы могут возникнуть. А на берегу кто-то к ним может прийти напасть. Тот же например Лотерн может если идти к нам. Ну захочет напасть вот именно с этого берега. То со стороны ИЦА никто точно напасть не захочет. Даже если мы его втянем в войну этого слана. Его земля в безопасности. И может быть на других уровнях сложности по другому. Возможно на допустим других уровнях сложности если играть. Будет вариант подписать конфедерацию даже в таких условиях. Ну вот сколько я играю в АХУ. Здесь это играет большое значение. Именно насколько сейчас комфортно себя чувствует претендент на данную конфедерацию. В первой ВАХе для допустим Империи. Был вариант легко всех подписать когда приходит Хаус. Естественно когда приходит Хаус там уже если ты кого-то не подписал. Все с удовольствием к тебе примкнут. Но тогда в первой ВАХе я помню когда проходил только она вышла. Абсолютно все становились даже твоими вассалами. Просто они подчинялись тебе. Не просто военный союз подписывали. А сразу подчинялись тебе. Поэтому тут. Все. Все уже переиграно. Давай. Общественный порядок мне не сильно нужен. Но вот регенерация пригодится. Ты хен хауин. Плыть конечно же не так уж мало надо. Хотя вот тут-то хауситы еще идут. Но они через шторм пока проплывут. Я надеюсь мы успеем все что нужно сделать. Они-то где-то здесь хауситы. Высадились в море и уплыли. Собрали монетки. И они даже не успеют приплыть к городу, который проводит ритуал. Естественно. Так. Маздамунди. Змеюки не особо проявляют активность. Я смотрю. Даже обидно немножко. Стены. Денюшки. Эспекта зума. В целом можно развивать дальше. Раз тебя никто не трогает на данный момент. Тут некому тебя трогать. Просто нет. Хотя не. Вот. Вот. Стэк диких этих орков пришел на эту территорию. Значит ничего. Даже не будем дальше пытаться строить. Повезет со стенами. Возведем их. Не повезет. Ну пусть они захватывают. Грабят. Ну то что умеют то и делают. А что еще эти дикие орки умеют? Грабить да? Так. Здесь нам нужно высадиться как можно ближе. Чтоб напасть. Ай-яй-яй-яй. Там какой-то миллиметр. Микрон блин. Не попал. И все. Но кстати говоря. Лично Теклис. Здесь присутствует. Именно тут у него остались войска. Мы их разобьем. Если сейчас. Ну почему если мы их разобьем? Ну тут вариант просто наверное есть ли. Может сыграть. Разве. Что Теклис не захочет сражаться. Теклис куда-то сбежит. То может он начать нанимать новый стек. Как раз таки в люстре. Что-то у него как-то вообще по балансу сил. Все. Все. Жалко так слабо. Хило. Легок. О. Легок это ж еще один да у нас. Посланец. Ну давай ладно. Загляни вот так вот корком. Что они здесь делают. Чем они занимаются. Город они не сильно. Развивают. Так что город мы сможем забрать. Город. Город это не проблема. Джунгли богов. Сорок тысяч. Кулханские равнины. Процент. Улучшаем. Еще доход. У скавинов и у лизардменов. За счет этих построек. Которые улучшают доход. Экономика поднимается. В определенный момент. До невообразимого уровня. Но тут я собирался строить на самом деле. Это что нибудь. Что нибудь другое. Тут есть возможность нанимать. Тех же самых Круксигоров. Тут есть возможность нанимать. Стражу Хиксуатли. В самом Хиксуатли. Можно птичек поставить. Те не нафиг не сдались сейчас. Давай монстров здесь поставим. Еще. И все. Там будет тут. Куча монстров. Они нанимаются долго. Поэтому если что вдруг. Два стека. Будут там нанимать. И таким образом. Соберем стек быстрее. Если это все таки понадобится. У нас сейчас денежек вроде бы хватает. И я все трачу на развитие городов. На строительство. Хотя можно было бы даже этого не делать. А больше вкладывать денег в новую армию. В новую армию. Так. Давай процент. Еще увеличим. Мы тут ничего не строим. Но пока не будем. Пока я предпочитаю вкладываться в экономику. И к следующему обряду. Уже если что. Иметь возможность создать. Хоть один. Хоть два стека. В плане финансов. Ну что прогаченная наша экономика. Сейчас усилится. За несколько ходов она. Будет приносить еще больше бабок. Вот он подтягивает. Дополнительный стек. Высаживается. И нападает. Да. Нападает. К сожалению. Сотек уже не доступен. Нам. У него. Ну. Есть вот эта. Небольшая имба из гарнизона. И куча героев. Куча. Огромная куча героев. В целом. В целом. В целом. У Теклиса. Так-то шансы есть на победу. По составу. Пусть у него и обычные копейщики. Эти жалкие. Казалось бы. Ничего не могут сделать. Но у него и латернская стража. Много. Латернская стража. В плане. Того. Что их нам не законтрить. Легко и просто. Кавалерия против них не заходит. Наши монстры против них не зайдут. Перестрелять мы их не сможем. У нас. Нет. Чем их перестрелять. Того же сотека сейчас. Нет. Поэтому все могло. Быть для них сложиться. Либо для нас. Если бы мы играли. За. Теклиса. Кстати. Берег-то знакомый. Можно здесь как раз защиту устроить. Он нападает. Нам смысла атаковать нет. Нам атаковать смысла нет. Пусть он забивает. Свои войска. А ветерочек уже сделает все остальное. Шрам ветеран. Шрам ветеран. Вам пока запретим стрелять. Разделим все-таки. Три-три наверное сделаем. Три здесь. Три там. Три здесь. Три там. Два здесь. Два там. А там уже. Куда он пойдет основными силами. Мы перебросим. Скорее всего он сюда пойдет. Основными силами. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Ну и вас оттянем подальше. Потому что вы уязвимее всего для обстрела. По вам эльфы могут катком пройтись. Вперед. Каточечком катком. Так. Тут есть возможность в реке сейчас перекрыть. Проходик. Склон. Отлично. Да. Вот сюда забиваемся. Все ждем. Ждем. Смотрим. Наблюдаем. Может быть. Даже браточка отправляем. Который ну не сильно шустрый. Но у него кавалерии то нет. Поэтому бояться нечего. В целом если что за него вон вступится. Большой и сильный. Идет, 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 идет. Браточек давай. Ты бегаешь быстрее чем эльфы. Там сейчас даже твой вихрь зайдет. Ох как на ура. И ветер и вихрь. Что дальше кидается? А ну-ка. А ветерок. Ну вихрь все-таки. Так что вихрь сейчас и бросим. Маневрируем. Режим уклонения. Нет огненный шарик все-таки прошил нас чуть-чуть. Ну-ну-ну-ну. Блин собака пошел не в ту сторону. А так бы он ищет... Их сопровождал было бы знатно. Нет, у него есть отряд кавалерии, кстати говоря. Есть еще даже орлиный коготь. Ветерок. Блин, ну эти... Сейчас расстреляют его нафиг. Ну... Ты забыл, что ветерок нужно бросить. Ты в шоке. Там. Все, все, все. Вали, вали, вали отсюда. Свали. Все, убегаем. Браточка очень жестко расстреливает. Вот про что я говорил. Что его лучники будут тащить. Ну как и всегда. Лучники у эльфов тащат. Причем у любых они могут тащить. Что у темных, что у светлых, блин. Что у высших, что у зеленых. Так, один отряд перебрасываем сюда. Этот тоже. Он, как в принципе и предсказывалось, начинает сосредотачивать силы на этом фланге. Мы чуть-чуть тоже начинаем тогда перетягивать. Луководца уводим. Хромовиков тоже отводим. Они будут попадать под раздачу. ПВО. Выводим немножко ближе на позиции. Орла пока он не бросает. Похоже понял, что... Сейчас ПВО. Это тема... Это наша тема. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Здесь очень хорошая толпа. Альфа-тварей. Еще и вихрь. Но не сказать, что совсем плохо пошел. Вот они, они, смотрите. Так, ПВО. Проспали. Хотя ПВО сейчас нафиг не нужны. Давайте вот сюда. Бомбим белых львов. Бомбим, 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 бомбим белых львов. И в дело пускаем ветерок. Отлично. Так, Орел, самоубийца, прыгает вот сюда. Ну давайте этих выводить с тыла. Сейчас выводим их вот сюда, на копейщиков вас натравливаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ждем-ждем-ждем-ждем. Все, Орла натянули на британский флаг. Бегом, Заврики. Вы не особо скоростные ребята, но что сделаешь? Э-э-э-э. Ты по морде уже получил. Успокойся, угомонись. Давай, ладно, вот так. Чтоб своих сильно не задеть. Мы и по ним не так прям зашли великолепно, но и своих не обидели. Все, переключаем на латернскую стражу. Лирийские разбойники, это ни о чем. Крогар, Шрам, иди помогать. Ты тоже. Наших пока в бой не ведем, не ведем. Ждем-ждем-ждем-ждем-ждем-ждем. Ждем, когда пехота здесь подойдет. Давайте латернскую стражу расстреливайте. Здесь Круксигорчики займутся. Они этого пернатого ощупают сейчас. А нет, он на героя, смотрите, побежал. Так, браточек. Да, браток, он сам говорит, браток. Давай все-таки сделаем максимально эффективный ветерок сейчас. И потом Крукгара будем усиливать. Ай, блин, мы все-таки дотянулись до своих. Но мы практически опрокинули все его здесь силы. И усиливаем нашего друга. Потому что его герои заходят. Заходят в нас. Отправляем поэтому на помощь. Круксигорчики. Герой. Герой, это ваш. Сейчас. Стражу тоже бросаем в бой. Не-не-не-не-не, не стопориться, не стопориться. Плевать на эту кавалерию, плевать. Максимально сейчас плевать на кавалерию. Господа. Вам должно быть плевать на кавалерию. Так, ты преследуй лучников. Ты в лотернскую стражу. Единственное, что они не убегают хотя бы. Лотернская стража. Поэтому их можно поддавливать сейчас. Так, 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 ну принимай участие, принимай. Поактивнее принимай участие. Давайте. Ветерок. Нам нужна твоя магия. Нам сейчас очень нужна твоя магия, чтобы зайти вот сюда. Кругар, держись. Мы можем вот так вот сделать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ломанулись. Не туда. Вытягиваем вас. Вытягиваем. Ветерочек, браточек. Ну, подходи. Сейчас. На нужную дистанцию подходи. Ну и давай вот так. И чуть-чуть этим досталось. Отлично. Вперед. Вы справитесь. Я в вас верю. Немножко сейчас придется побегать. Вот вы справились. Красавцы. Быстрее даже, чем планировалось. Разбиваем. Разбиваем их. А Кругара сейчас отправляем гасить арту. Так. Ползите сюда. Круг Сигуры сейчас добьют. Всех, кого надо. Главное, чтобы нашего полководца сейчас не расстреляли. Под шумок. Саламандры. Давай, 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 давай. Давай. Не трогай никого. Тебя это не должно интересовать сейчас. Давите. Просто продолжайте давить. На арту. Все. Шарики полетели. в одного из создавшихся героев. Ну и в принципе расклеился. Расклеился, естественно, Теклис и вся его армия. Арту все равно догоняй. Саламандр отправляем преследовать. Все-таки гарнизон мы не сильно сейчас покоцали. В плане остались ребятушки, да. Латернская стража в деле еще практически. Поэтому с гарнизоном нам посражаться придется. Мы сейчас не осаждали город. Давайте, давайте, давайте. Догоняйте. Все. Все очень хорошо. Понаслаждаться видами не получилось. Все-таки, когда сражаешься. Вот он, Теклис и пал уже. Все-таки, когда сражаешься против стрелков, но это жестковато. не то, чтобы мясо у эльфов было жесткое. Как минимум у данных эльфов. У темных может быть и пожестче мясо. Давай, 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 догоняем, 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 догоняем. Есть еще возможность. Если тут уже практически некого догонять. Вон еще один полководец. Который на нас как раз таки и нападал. А ну-ка, дай ему по башке. Сейчас главное не убить нашего полководца. шариками этими. Хотя, ну, две тысячи у него не убьют они. Не должны. Отлично. В шаге, в шаге от того, чтобы спастись, эта красавица пала к ногам Крокгара. Замечательно. Вон, ветерочек три с половиной сотни набил. Учитывая, что против него все-таки эльфы были. они самые топовые, но эльфы. В любом случае, это не скавины, которых значительно легче убивать. Ну и гарнизон. Видите, вон, парочку отрядов мы догнали, убили. Те желучники практически в полном составе убежали. Восполняем потери. Естественно, мы сейчас восполняем потери. Ну что, хранители знаний. Профукали вы свою библиотеку, похоже. Наша-то библиотека помощнее будет. Победа над Теклисом. Сила ветров магии плюс 10. Что хочет тик-так-то? Просит вступить в войну против темных эльфов. на самом деле, это в любом случае произойдет, но сейчас там это засчитают нам за подлость. Поэтому мы подождем, когда начнем проводить пятый ритуал, и в любом случае это случится. только тут они нам объявят, а мы будем как бы белые, пушистые. У нас все будет хорошо. О! Он решил идти в дымящийся змей. И сейчас посмотрим, что у него за состав. Если серьезно, то можно будет собрать экстренный стэк здесь. Если нет, то гарнизоном и отбиваться. как минимум серьезный гарнизон у него может считать, точнее, серьезной армией, серьезным стэком может у нее считаться армией, если там Королева Бес. Она рулит, она очень круто рулит. И в последних дополнениях все больше замечайте такого оружия массового поражения. Королева Бес как мощно бомбила, она уничтожала больше половины отряда, если хорошо попадала. А если в толпу вот такую вот, как мы в последнее время собираем, да там скавинов собираем, прям их здорово эльфов сейчас собирали, то так-то вообще ей бы равных не было. Может ты восполняешь патроны, восполняешь? Те же солнечные удары всякие, они с ограничениями. Ядерная бомба и та одна всего лишь, а ей можно патроны восполнять. И восполнять. Так, чумные топи. Увеличиваем. Здесь уже перебираться придется при помощи лагеря. и смотрим, что у тебя за стэк. Но пока не ясно, что у него за стэк. Есть вон и бомжи, шелудивые эти псы, шелудивые, но есть и гниющий левиафан с пушками. То есть в целом так-то может и не хватить гарнизона дымящийся змеи. Так, сейчас мы посмотрим, что здесь еще интересного у нас произошло. Повышение ранга, это мы сейчас сделаем. Регион, налеты, ну и строительство. Это мы отдельно будем уже рассматривать дальше. Экстренно в рассветной крепости нанимают стэк. Причем Аман очень много лучниц берет сестер Авелорна и штурм будет знатненьким таким. Штурм однозначно придется разыгрывать без вариантов. Можем высадиться даже сейчас на берег. Это его не вытащит. Хотя у него определенное преимущество будет в плане что мы уставшие, но стены все равно больше преимущества дают. Я бы не стал вылазить на его месте. Я бы на его месте все равно нанимал бы. Нанимал бы и готовился ко всему хорошему. Ну что Кроггарыч Почитание Завров Хладнокровных Храмовой Стражи Спас Бросок Увеличится Общественный Порядок Все провинции Ну Полезные перки в любом случае Давай Башня Звезд Наверное чтоб не слить вот этих замечательных друзей надо будет сыграть эту битву лично Но предлагаю сделать это уже в следующей серии А на сегодня все До следующего видео Всем добра Субтитры Субтитры